Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в The Tenants. Наша четвертая серия, я не знаю, может быть даже последняя, может быть даже не последняя, мне сказали, что основные задачи это нянька. То бишь, вот это вот, это основная задача, то есть нужно выполнить здесь нам с вами три присмотра за детьми. Ну давайте, так, что там у нас моргает, оплатить все, да, перестало все моргать, сообщение ура, но снова работает, это предыдущее сообщение мы с вами не прочитали, давай посмотрим на задание с детьми. Так, арендатор, нянька мне нужна, нянька, еще дизайнера, эй чуваки, нужен, 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 у меня есть пара шумных арендаторов, от которых болит голова. Присмотр за детьми, а где же мне подсмотреть задание присмотра за детьми, это мне нужно просто выполнять задание, а потом они каким-то образом будут появляться здесь с детьми и я их уже буду выбирать, правильно, да? Агентство закажет ремонт кухни, ну давай вот это вот примем и приступим к его выполнению. Времени у нас не так много, поэтому что нам медлить? Начнем с покраски стен, опять же, с покраски стен в серый или зеленый, серый цвет у нас вот этот, это все кухня? Ничего себе, какая огромная кухня, подожди, нет, кухня, серьезно, это все кухня? Ну ты прям замахнулся, у тебя вся жизнь, я так понимаю, будет проходить на кухне, так как ты прям, прям, прям захотел все сделать себе на кухне. Ну давай, а, бюджет у нас 6000 долларов, плюс-минус, и мы постараемся в него уложиться, но очень мрачная комната получится, если ты будешь, конечно, жить в такой серой комнате, но... Что ж, хозяин-барин, мы сделаем все так, как тебе нравится. Покрашено все, отделка полов в плитку. Плитку, плитка, мы выбираем самую дорогую, мне, конечно, написали, там как-то нужно смотреть на необходимые, то есть на важные, неважные моменты, но я думаю, что нам все-таки стоит пока что на это не смотреть, сделать ремонт в квартире нужно, и мы его сделаем. Я только на пол и стены потратил аж, ничего себе, 2000 долларов с лишним потратил, ты представляешь? Давай поставим холодильник, холодильник, ну вообще, давай сделаем вот здесь вот, как бы вот, готовочную зону, зону приготовления, а вот здесь сделаем по типу столовой. То есть вот здесь поставим стол, там все дела, чтобы, чтобы здесь вот люди ели. Холодильник, холодильник поставим вот такой, потому что он подешевле, чуть-чуть подешевле, чем вот этот самый дорогой, и мы на нем сэкономим. Получается, 2800, нам нужно поставить еще плиту, плиту поставим мы с тобой вот где-то вот, обязательный предмет. Привет, а где написано, что важно, что не важно, где детали заказа, есть здесь, нет? Мне сказали, что можно на Alt нажимать, да, вот так вот смотреть, и декор якобы будет виден. Это очень полезная кнопка, Alt, Alt в играх. Она обычно остается недоцененной, но когда ты узнаешь о ее настоящем предназначении, она становится тебе, для тебя незаменимой. Ладно, мы не будем сильно заморачиваться над важностью-неважностью, давай просто будем ставить мебель, которую нам нужно, нужно поставить плиту. Плиту нам нужно поставить, возьмем вот, блин, тут что-то прям так все дорого, так все дорого, настенное растение. Обязательно в квартире, еще и телевизор ему надо присандалить, за такие деньги-то ты хотел еще, чтобы я тебе телевизор поставил. Да, конечно, да, ты, конечно, очень многого хочешь, давай тогда поставим раковину. Пока что влепим вот сюда вот раковину. Тоже некрасиво получается. Некрасиво получается хотя бы потому, что здесь вот расстояние есть, вот здесь вот. Ну а что мы можем сделать? Ничего, кухонную тумбу можем залепить, залепить вот сюда. Правильно? Правильно. Да, вот сюда вот поставить плиту. Плиту можем поставить, наверное, блин, денег, конечно, вообще в обрез. Если я сейчас буду еще и тратить на всякую ерунду, то мне не хватит на ремонт. А, барный стул, вытяжка, чайник, тостер. А, или микроволновая печь. То есть здесь осталось 5 пунктов всего. Ну давай вытяжку забацаем. Вытяжку возьмем вот эту вот самую простецкую, чтобы сэкономить пока что деньги. У нас не такой богатый заказчик, но хочет очень много. Барный стул вообще нужен, наверное, около стола. Но так как нам даже не попросили, нас не попросили купить стол, то мы, наверное, его и не будем покупать. Освещение давай сделаем где-то здесь. Или нет? Здесь окно. Блин, здесь вообще какая-то ерундистика получается. Вообще вот такие вот осветители ставят рядом с этой, с готовкой. Но у нас здесь готовки как таковой нет. А вот здесь вообще окно. Здесь вообще бессмысленный светильник. Ладно, давай мы его... Ну глупо, конечно, получается, но иначе и не выйдет. Вот остается у нас 1200 и мы поставим вот сюда вот чайничек. Большой красивый черный чайник. Настенное растение. Я не знаю, какое ему нравится растение. А какое не нравится, давай влепим... Нет, давай вот как раз-таки займем. Вот, блин, да тут тоже ничего не влезает. Пофигу. Давай вот сюда вот захреначим растеница. Пусть висит, блин. Попросили растение прилепить. Мы прилепили. И барный стул вот сюда вот. Будет сидеть, пить чай и радоваться жизни. Предпочитаемая мебель, телевизор, дружище. На твои деньги телевизор-то купить очень сложно. Но мы постараемся, мы постараемся и купим тебе телевизор. Можно поставить вот этот. Но тебе этот телевизор поставить на пол, если только... Ну на, вот тебе вот телевизор. Я не знаю. То есть получается вот такая огроменная кухня с маленьким количеством мебели за 6000 долларов. То есть большая часть денег практически ушла на то, чтобы просто покрасить стены и положить плитку. Даже дорогая плитка, что я могу с этим сделать. Возьмем декор. Декор очень такой низкий в этой комнате. Не стопроцентный. Я думаю, что наш заказчик бы останется доволен. Пусть радуется жизни. 6200 нам дал на всю кухню. Пусть не жалуется. А, тетенька. Тебе не понравится то, что я сделал. Но деньги ты мне обязана вернуть. И да, написали, что вот эти смайлики появляются только из-за дороговизны товаров. Не факт, что понравится. То есть оценка общая в любом случае будет, ну не в любом случае, а возможно будет другая. Она как бы не зависит от того, какие у них смайлики. Просто ты можешь дешевых товаров напихать и, ну как я понял, с электричеством что-то произошло. Ты можешь там напихать дешевых товаров, но которые ему нравятся. Дешевых предметов. Но которые заказчику понравятся. И получится все здорово. Так, давай мы посмотрим на сообщение. Так, почему я не могу послать туда деда своего? Чтобы он починил. Обидно, обидно. Игрок. Игрок, десятый уровень. Предпочитаемая мебель ушла, да, ушла. Плоский телевизор якобы ей нужен был. У меня денег не хватило на это все. Без вопросов. Так, общий рейтинг. Дешевая мебель, чайник дешевый. Самый дорогой был чайник. Ты чего несешь-то, женщина? Ты что-то перепутала. Пойдем посмотрим, есть ли тут работа с детьми. Так, назад. Задание. Поиски подходящего арендатора. Дизайнер новой ванной. Модный агент. У меня пара шумных арендаторов. Но. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Давай тогда возьмем ванную. Ванную мы умеем чинить. И умеем дизайн ванн организовывать. Поэтому займемся ими. Точнее, займемся ей. Опять вот эта девчонка нарисованная, игрушечная. Как будто мода какая-то у них здесь. На этих пластмассовых баб. Девушек, женщин из мультиков. Я не знаю, что это. Что это такое. Может быть какой-то. Здесь везде отсылки просто. Я не знаю, может быть какая-то отсылка. Если кто-то знает, напишите. Покраска стен. Красный или желтый. Здесь давай. Это все-таки кухня. Давай. Денег у нас 4000. Давай вот это вот. Даже не знаю. Давай вот этот вот. Цвет используем. А, shift плюс покрасить всю комнату. Ничего себе, здесь есть кнопочка. Ой. Куда ты меня метнул-то? Представляешь, вылетел куда-то и все. Стены, полы, камень или плитка. Камень. А можно как-нибудь... А, shift покрасить всю комнату. Во. Красота. Можно не париться и просто прям нажимать shift на кнопочку. И не нажимать много-много-много раз. Возьмем душевую кабинку. Хотя. Хотя, ну да, здесь много места. Поэтому поставим вот сюда вот ванную. Где здесь посмотреть? Посмотреть... Посмотреть... То, что ему нравится. Нельзя никак? Я так понимаю, нельзя. Важное. А, важный декор. Первое впечатление. Неважно. Необходимая мебель. А, неважно. Необходимая мебель. То есть я могу вот это вот настенное растение... Необходимая мебель. Неважно. То есть ванную или душевую. Мне неважно, какую поставить ему, да? Но мы все равно поставим вот такую. Потому что она красивая. Раковина для ванной будет... Ну, будет вот такая вот простецкая. Не прям дорогая, не прям дешевая. Чтобы всех все устраивало. Такой достаточно хороший середнячок. Унитаз компакт. Ставим вот такой. Тоже все в цвет, чтобы светленькое было. Вот так вот. Естественно, туалетная бумага. Но без нее это никак. Нет, вот такую вот туалетную бумагу. Сюда она не влезает. Значит, вот здесь вот будет. И щеточку поставим мы вот сюда. С мебелью мы закончили. Так, посмотрим еще разок, что там важно-неважно. Важно это декор и первое впечатление. Поэтому давай забацаем декоры здесь. Что это такое? Ерундовина какая-то написалась мне. Декора здесь 99% аж целых. Но мы не будем на этом останавливаться. И поставим еще какой-нибудь цветочек. Кстати, настенное растение можно прилепить. И, 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 и. Предпочтительный предмет. Вот. Вот сюда вот поставим. 100% декора. Ну и давай сделаем. Это что такое? Со звездочкой почему-то. А, это новый, наверное, предмет. Поэтому он отмечен был звездочкой. А можно зеркальце какое-нибудь присандали? Сюда вот на раковину. Нет, представляешь, нельзя, говорит мне игра. Нельзя. Зеркальце. Ну давай ковер положим. Почему нет? Почему мы не положим ковер? Красный. Красный ковер вот сюда вот положим. Чтоб было все в цвет, все красиво. Ну вот сюда вот. Красота? Ну так себе, конечно, но красиво. Ладно. У нас даже денег 2000 осталось. Вот так бы лучше бы на кухню давали. На огромную кухню. А здесь вот на ванную 4000 дали. Так, ну, можно сдавать, я так предполагаю, да? Ванная 100% декора. Декор ей важен, значит... Значит, думаю, ей понравится. Или ему. Сдать работу. Ей. Давай, женщина, оценивай. Ну, по смайликам ей опять же все нравится. Пока еще неизвестно, конечно, оценка нашего заказчика. Но... Думаю, будет 5 звездочек, потому что мы учли все ее вроде бы как предпочтение. Нам нужно попробовать выполнить хотя бы один заказ с няней. Чтобы хоть немножечко приблизиться к... К завершению сюжетного задания. Открыть приложение. Что? Что один? Так, я думал, только мой зять умеет творить чудеса шпателем и малярным валиком. Отличный агент. Прекрасная работа должна быть вознаграждена. Бонусом дали 350 долларов, и это хорошо. Первое впечатление почему-то... Почему 4 звездочные? Вот почему 4 звездочки? Использована дешевая мебель. Современный держатель для туалетной бумаги. Блин, неважная категория, но все равно мне звездочку отняли. Ну и ладно. Не так уж мы сильно и переживаем. Оплатить все. Счета мы оплачиваем. Это по дням получается или что? Или за сегодня? За 30 дней. А за сегодня нельзя посмотреть. Офигенно просто выгодный у меня клиент. Я трачу на него 1800 долларов, а получаю 2000 долларов. И то в плюсе получается 355. Это выгодно. Капец, сейчас еще что-нибудь потрачу. Да, потрачу. У меня протекает труба. Что-то в этом роде. Вода выходит из-под контроля. Вы можете что-то с этим сделать? Я, конечно, могу с этим что-то сделать. Ну, ты понимаешь, я все-таки, блин, хочу быть в прибыли, а то получается какая-то ерундистика. Ну, хоть 2000 плюсом вышел, уже спасибо. Давай попробуем. Можно где-нибудь найти все-таки эту? Докажите, что настоящая жемчужина в глазах своих арендаторов. Задача выполнить. Так, ну, тебе должны починить уже все. Все. Пойдем в задание. Или они где-то на карте находятся? Может, я что-то недосмотрел? Да нет, вроде бы здесь на карте нет никаких заданий с нянями и не с нянями. Вроде как бы, наверное, я должен сам их находить. Угу, угу. Угу. Давай найдем арендатора. Это самое простое, наверное, что здесь можно только делать без особых усилий. Правильно? Правильно. Так, и что? А, то есть кто-то 37-57 лет, бюджет в 400 долларов. Так, тебе 38 лет. Оценка квартиры думай. Тебе не нравится. Ну и уходи. Да, хочу, чтобы ты ушел. Ты думаешь? Ты удовлетворительна. Да, молодец. Давай, бартер. Договориться. Нормальная квартира, нравится тебе? Ну, давай чутка еще сбавим. За 4000 договориться. Все. Принять предложение. Поздравляю тебя, дружище. Ты обрел себе нового клиента, который будет у тебя жить. Снимать квартиру. Что тебе, нравится, нет? Клиент. Хороший клиент. Пожалуйста. Обращайся. Подождать отзыв клиента. Давай уже. Переговоры. Ну-ка. Чего это я должен... Ой. Что ты такое делаешь там? Договориться о продлении аренды. Можно продление аренды. Сказали, что до 60 дней продлевать. И это меня очень радует. Давай мы с тобой сделаем вот так. Договориться. 4.40. Договориться. 3.765. Я еще немножечко скину. 4. Договориться. Все. Мне этого достаточно. За сколько она до этого... А, ну до этого она также, в принципе, и жила. Ну, теперь она у меня оформлена на 60 дней. Следовательно, у меня есть на 30 дней дольше доход. Стабильный. Ну, как стабильный доход? На нее больше трат, конечно, чем доходов. Но хотя бы у меня есть клиент. Это хорошо. Телевизор она смотрит. Хорошо ей весело. Что мне нужно сделать? А, платежи. Оплатить все. За электричество долг. А можно мне в этом... В этом доме, пока она там живет? А, нельзя ремонтировать с плательщиками. Эй, у меня есть... У меня есть просьба. У меня немного денег в этом месяце. Можно я плачу только половину обычной суммы на этой неделе? Ладно, давай. Но на следующей неделе вы оплатите полную сумму. Спасибо, я обязательно оплачу, как положено, на следующей неделе. Ладно, женщина, живи. Ничего себе, ты храпишь. У тебя проблемы со спиной, мне кажется. Или с носом. Там с чем-то проблемы обычно, когда люди храпят. Игрок. А, что игрок? А, отзывы. Четыре звезды? А что тебе не понравилось? Раньше не было арендаторов. Я говорю, я ведь на это не смотрю. Это стоит денег. Ищу какого-нибудь точного архитектора. Нет, мы открываем новые офисы для врачей. Чуваки, у меня есть пара шумных арендаторов. Угу, угу, угу. Давай мы вот этим займемся. Молодец, что ты отправил мне деньги за период. Давай мы займемся ремонтом вот в этой вот квартирке. Ой, мне кажется, я же здесь уже делал ремонт. Разве нет? Ладно, пойдем деда напряжем, чтобы он у нас починил пилон, починил вот этот глобус, игровой автомат и все вот. О, телевизор, нифига себе, висит телевизор. Мы сможем его продать, если он не нужен, будет нашему... Что такое? Выбросить пилон. Ёлки-палки, мы не сэкономили на нем. Хотя, может, он и не нужен будет. Починили. Он пилон? Чинил с меньшей вероятностью, чем телевизор. Телевизор, ты сам это понимаешь, как это должно выглядеть? Я нет. Так, игровой автомат, дедуль, давай чини. Может быть, нам удастся его продать, если он не будет нам нужен. И мы выгодаем хоть немножечко. Я думаю, что он достаточно дорогой. А может быть и нет. Вы уверены, что хотите покинуть помещение? Да, я уверен. Давай начнем ремонт. Ванная будет у нас с тобой. Гостиная, спальня, надеюсь. А, ну все, получается. Давай с ванной начнем. Спальня будет здесь, здесь будет гостиная, здесь будет ванная. Как бы здесь все хорошо. Так, а наш клиент на что смотрит в первую очередь? Задания, задания, мои задания. Важно, стены и декор. Неважная предпочитаемая мебель. Понял, понял. Коричневые стены. Они же коричневые или не коричневые? Подожди, коричневые. Просто они немножечко как бы зеленые, но... Забыл про кнопку shift, представляешь? А, ванная еще не поняла, что... Что мы делаем это здесь. Все. Туалетную бумагу, душевая кабина и унитаз. Давай тогда прилепим ему душевую кабину вот такую. Ну, чтобы она была красивая, дорогая и вроде как бы... Наверное, удобная. Так, унитаз компакт. Ставим вот этот унитаз вот сюда, вот как мы любим. И туалетную бумагу вот сюда. Пусть пользуются. Ванная закончена. Идем в гостиную. Так, декор у нас сколько? 100%. Вообще хорошо. Идем в гостиную. И гостиная это вот это. Покраска стен в красный. И отделка полов ковром. Ужасное сочетание зеленого с красным, но мы с этим ничего не можем поделать. Главное, чтобы было все дорого, богато и красиво. Даже некрасиво смотрелось. Пилон нужен был все-таки. Нужен был пилон. А в спальне не нужна. Не нужна вот эта тут ерундистика-то. Так, покраска стен, холодильник, матрас, односпальная кровать. Нет, продать. Продать. Красота. Мы продали всю ненужную ерунду. И телевизор как бы, наверное, здесь тоже. А, телевизор нужен. На телевизоре мы сэкономили аж целых 2500 долларов. Ничего себе, какие мы большие молодцы. Диван. Давай диван-то прихренач. Нет. Телевизор мы переместим вот сюда. Куда-то сюда, пока еще не знаю куда. Батарейку мы переместим вот сюда. Нет, вот сюда вот поровнее повесим, чтобы радовало глаз. Стена у нас идет вот так. Вот. По вот этому квадратику ковра. Вот так. Где-то должен висеть телевизор. Вот здесь должен стоять диван. Диван будет вот такой красивый, богатый и дорогой. Правильно? Правильно. Кофейный историк также будет. Ну, вот такой вот. Ну, что ты, да. Так, его нужно сверху устанавливать, так как не видно с одной стороны. Так, а почему нельзя? Требуется доступ к мебели. А как же ты к нему должен подходить? Переместить. Как далеко будет кофейный столик стоять? Ну, ничего страшного. Кресло. Ну, кресло мы уже по привычке будем ставить вон туда. В угол. Будет там человек сидеть и радоваться жизни. Нет, тоже некрасиво получается. Давай будет он сидеть вот здесь, этот человек. Оп. Вот сюда поставим креслице. И пилон у нас будет стоять где-то здесь. Правильно? Или нет? Ну-ка, переверни ногами вот сюда. Угу, угу. Вообще он должен, конечно, быть посередине, но пусть танцует где-то здесь. Это не моя проблема, как он это будет делать. Или она... Так, идем мы в спальню. Две односпальные кровати. Мне кажется, я уже делал этот ремонт. Почему-то у меня такое стойкое ощущение и не пропадает. Покраска стен в коричневый. Не будем делать как в ванной. Мы сделаем вот так. Панельный пол. Конечно, это плитка была. А, панели. Это панели. Это не плитка. Блин. Вот такая вот история, да. Был такой заказ уже? Вот тут такие вот односпальные кровати. Чё себе, как можно ее далеко задвинуть. И вот такая односпальная кровать. А можно было бы ее вот... Не вот так по-убогому ставить. Тогда было бы вообще классно. Понимаешь, она не разворачивается ни хрена. Она только в одну сторону. Я бы стеркально развернуть, и было бы классно. Начать продажу всей мебели. Нет, нам не нужна продажа всей мебели. Холодильник должен быть в комнате. Ну, это вообще как-то несерьезно получается. Матрас мы с... Матрас тут должен быть прям матрас. То есть здесь клиенту нужен именно матрас. Холодильник и микроволновая печь. Ну, давай вот эту вот. Захреначим вот сюда. Щиток повесим вот сюда. Куда-нибудь вот сюда. Чтобы он не мешался. Почему-то он не ставится сюда. А сюда ставится. Ладно, там, наверное, окно мешает. И микроволновая печь. Но микроволновая печь должна стоять на чем-то. Собственно, именно по этой причине мы сейчас поставим вот сюда вот... Что мы сюда поставим? Мы сюда поставим... Вот эту вот ерунду. Тумбочку. Микроволновку поставим. Вот такую. И будут все радоваться. Так, декор у этой... Комнаты вообще маленький. Вообще нет декора. Давай как-нибудь разбавим эту обстановку и... Захреначим вот сюда вот... Да, очень много декора прибавилось. Хотел сказать, мотивационный... Мотивационный постер. Но он не сильно помог всей этой ерунде. Давай ковер. Ковер предверный вот сюда вот прилепим. Так. Спальня, комната, декор ноль. Почему? Я же уже... Понакладывал уже. Уже что-то положил. Могли бы хотя бы единичку-то прибавить. Давай карту еще захреначим вот сюда вот. Не знаю, какая-то безвкусица получается. Мне не нравится. Давай цветы повесим. Ну, их вообще уже некуда вешать. Ну, давай повесим вот сюда. Декор 17. Вот спасибо-то. А просто ковер можно? Можно. Но он не подходит под весь этот антураж этой комнаты. Поэтому не знаю, как он будет смотреться. По-богому он будет смотреться. Давай вот сюда вот его. За сандалем посерединке примерно. 27 процентов. Ёшкин код. Это прям вообще ужас. Ну, вот здесь вот перед выходом будет наш персонаж красоваться. 33 процента. Жуть. Это вообще как много-то нужно всего сделать здесь. Давай фикус вот сюда поставим. 52 процента. Так, он кровати теперь подойти не сможет. Переместить. Куда этот фикус поставить? Какая-то ерунда получается. Мне кажется, это очень некрасиво. Давай Майами, блин, помогло. Понимаешь? Картина Майами помогла. Давай продадим вот это. Переместим вот это вот сюда. Да. А декор здесь больше не нужен. Гостиная. Гостиная. Декор 73 процента. Давай повесим картину какую-нибудь вот сюда. Какую-нибудь горизонтальную. Вот по типу вот такой. Подожди. Как ровно-то повесить? Никак что ли? Ну ладно, будет вот так. 100 процентов. Все, все комнаты у нас под 100 процентов декора. Значит, все хорошо. Осталось консоль с DVD поставить и будет наш клиент вообще доволен. Ну это все в гостиной должно быть, да? Где консоль? Консоль, вот она. Поставим ее на кофейный столик. Или вообще по-хорошему-то ее надо вот сюда вот ставить. Под телевизор. Так, и DVD. DVD тоже будем ставить куда-нибудь сюда. А на DVD поставим дисков в кучу. Нельзя? На DVD. Нет, нельзя. Поставим вот сюда. А почему он не вплотную к стенке поставился? Ну и все. Все, наше задание, я думаю, выполнено. Давай сдадим работу. Мужик, смотри, какая красота. Тебе должно понравиться. У меня в квартире стая крыс. Ничего себе, ты откуда их взяла-то хоть? Крыс. Крыс-то нашла. Я понимаю, предыдущая тараканов завела. Ну крыс-то откуда можно было взять? Ну, мне кажется, нашему клиенту должно все понравиться, так как мы старались. Мне кажется, все отлично прошло. И нам дадут пять звездочек. Кирпичи какие-то нам дали. Яркие кирпичи категория коричневый. Стиральную машинку выписали. Отлично. Ой, я могу теперь. А-а-а. Просто не продается. Ну-ка, отзывы. Первое впечатление, не очень. А почему тогда... Почему тогда звездочку одну скинули? Странно все это. Ну, бонусом нам дали много достаточно. Там полторы тысячи. Получается, мы пять тысяч заработали. И это здорово. Тетка, пойдем тебе чинить. Точнее, не чинить, а крыс прогонять. Дядьку давай пустим туда. Пусть он гоняет. Устанавливает ловушки. Мышеловки, крыселовки. И все тому подобное. Давай, ставь, дядь. Так, одну поймал. Вторую поймал. И третью давай лови. Пойдем отсюда, из этой комнаты. Молодец. Открыть приложение. Спасибо за помощь в решении проблемы. Дед, давай на выход. Да, я хочу покинуть помещение. Все. Прониклась она к нам уважением глубоким. И мы на этом давай закончим. Денег нам на покупку чего-либо больше не хватает. На покупку квартиры, по крайней мере. И копить нам еще и копить на другую квартиру. Так что, давай. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и обязательно подпишись на канал. Поделись видео с друзьями. И прокомментируй. Не забывай этого делать. Увидимся с тобой в следующей серии. Возможно, а возможно и не увидимся в следующей серии. Не знаю, как пойдет. И всем пока.